Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Приа. Как мы знаем, обновление 9.1 выходит 30 июня. Времени все меньше, а кто-то, например, только недавно подписку оплатил и хочет все-все-все успеть и не знает, с чего начать. Я подготовил хорошенький список, по которому, собственно, можно просто взять и начать все потихонечку делать. Разделил все на 4 вкладки, и в каждой вкладке будут свои подпункты. Сейчас открою этот свой файлик заветный и начну просто-напросто зачитывать с некоторыми комментариями весь списочек. Первый пункт — это PvP. PvP всеми любимая, всеми балансная. 5 подпунктов. Первый подпункт — это чарка за 2100 рейтинга. Зайду в игру и сразу покажу ее. В тот момент, когда мы повышаем наш рейтинг, получаем 1400, 1600, 1800 и 2100, мы получаем различные ништячки. Сетик, ачивочки и само собой. В тот момент, когда мы получаем рейтинг 2100, мы получаем чары для оружия, иллюзию. А если вообще 2400 получим, то, по-моему, даже накидку дают. Достигните рейтинга 2400, чтобы получить гербовая накидка. Да, абсолютно верно. Касательно чар для оружия. Называется «Греховное пламя». На ДК моем используется двуручный меч Кельдилар. Думаю, многие знают его. И именно так выглядит Кельдилар при чарке «Греховное пламя». Довольно-таки интересно. Темный свет, светлый свет. Прикольно и интересно. Если вас заинтересовала такая чарочка, и вы можете апнуть 2100, дерзайте. Второй подпункт, о котором я уже немножко заикнулся, это сет. Мы просто-напросто должны, обязаны, если, конечно, можем, собрать сет. К примеру, на текущий момент на моем ДК надет пвпшный латный сет. Беленький, красивый, элегантный. Я считаю, он очень красивый. Третий пункт — это паук. В тот момент, когда мы отыгрываем аренки, в тот момент, когда мы отыгрываем РБГ, мы заполняем полосу с сезонной наградой. В тот момент, когда мы заполняем ее на 100%, мы получаем сезонного маунта, а именно паучка. В тот момент, когда мы уже делаем дальнейшие проценты, мы получаем седло ярости. Седло ярости вымениваются на маунта, какого-либо, которые вроде как были раньше. Ну так вот, в тот момент, когда мы выигрываем аренку 2 на 2, мы получаем 0.4%. В тот момент, когда мы выигрываем аренку 3 в 3, мы получаем 1.25%. В тот момент, когда мы выигрываем РБГ, мы получаем 2.5%. Выигрываем 40 РБГ, лутаем паучка. Я думаю, это нормально, почему бы и нет. Само собой, в тот момент, когда мы играем в ФОП, рейтинговое, мы получаем очки завоевания. Ну и еще и очки чести неплохо так сыпятся. Нам нужно потратить очки завоевания. Это будет реально круто и замечательно. Если у нас большой рейтинг, то мы можем купить вещицы и просто-напросто потом апнуть их за очки чести. У меня, например, аксессуар имеется 197 юзабельный. Мне вот надо бы его апнуть. Купить сначала нормальный за завоевание, ну а потом уже апнуть. Надо чуть-чуть заняться этим. Также не стоит забывать о том, что торговец, который продает вещицы за очки завоевания, также продает некоторые проводники. Если у вас их нет, то вы можете их купить за 200 очков завоевания. Чем выше ваш рейтинг, тем выше будет уровень предмета проводника и тем выше будет его эффективность. С ПВП, пожалуй, покончено. Хотя можно апнуть гладиатора, можно сделать гладиаторского маунта, но это уже для малого-малого процента игроков. Идем дальше. Следующий пункт это ПВЕ, и в нем подпунктов будет чуточку больше. Первый подпункт это закрытие всех мифик плюсов, всех подземелий с эпохальным ключом в формате 15-го ключа. В тот момент, когда мы кроем абсолютно все пятнашечки, мы получаем достижение. Кроем великие подвиги, вкладка подземелья. Достижение под названием мастер ключей Shadowlands первого сезона. И в награду мы получаем запятнанного грехом Вестника Смерти. Это элементаль, довольно-таки красивый, который летает. И наш персонаж находится на короне этого Вестника Смерти. В общем-то, если вам интересен такой маунт, то терзайте и идите закрывать ключики. Но если даже не успеете, то не переживайте, во втором сезоне будет почти такой же маунт. Только немножко, с другой раскраской, и глазки будут, по-моему, другого цвета. В тот момент, когда мы закрываем подземелья эпохальные с ключом, мы получаем очки доблести. Очки доблести, само собой, тоже необходимо потратить до второго сезона. Очки доблести можно потратить на апгрейд вещичек, а также можно потратить на мешочки с реагентами. Эти мешочки покупаются рядом с недельным хранилищем, то, которое мы открываем. Подходим к эфериалу, тратим 750 доблести и покупаем какие-нибудь ништячки. Там 20 руды, 10 шкуры. В общем, гляньте, что дороже стоит, и закупитесь этими мешочками. Слава герою темных земель станет тяжелее, потому что повысится уровень предметов, который выпадает с самых обычных мифических подземелий. И, конечно же, повысится сложность этих подземелий. Так что, если вы хотите сделать славу героя при высоком этом левеле, просто быстро убивая мапцов, то лучше сделать это все сейчас. На текущий момент, если вы имеете одетого персонажа, то слава героя будет делаться очень и очень легко. Как я уже сказал ранее, подземелья будут усилены. Слизистая змея лутается в подземелье и чумные каскады. Я думаю, связь ясна. Сейчас, имея максимальный итем левел, можно очень и очень легко пройти чумные каскады с определенными условиями и получить слизистого змея. Во втором сезоне, пока вы получите топовый эквит, пройдет несколько месяцев. Поэтому, почему бы не попробовать сейчас? Конечно же, нужно успеть получить достижения в рейдах. Не стоит бояться, рейды никак не будут усилены для получения, например, славы рейдера замка Нафрия. Но такие достижения, как герой своего времени и на кромке лезвия, уже будут недоступны, потому что выйдет новый рейд, святилище господства. Если вы можете позволить себе закрыть Динатрия в мифике, дерзайте. Если вы можете закрыть его только в героическом режиме, то почему бы и нет, это тоже неплохо. Плюс один великий подвиг никогда не помешает. На текущий момент люди еще ходят в замок Нафрия. Кто-то одевается, кто-то пытается получить трансмог. И именно за трансмогом могут пойти те люди, которые, например, одеты и которые просто хотят дособирать красивенький сетик. Ну вот, например, у меня не хватает плечей. Если я дособираю плечи, я смогу полностью использовать этот неплохой сет и получу достижения. То есть найти на текущий момент группу в замок Нафрия, я думаю, довольно-таки легко. И не стоит забывать о другом луте. Проводники. Мы можем полутать полезные проводники, которые падают с эпохальных боссов, с героических боссов. И эти проводники дадут нам неплохой апгрейд в плане дэмэджа при старте второго сезона. Чем лучше наши проводники, тем больше мы дамагаем, тем быстрее мы делаем квестики. Ну и все в этом роде. Мы поговорили о PvP. Мы поговорили о PvE. Но не стоит забывать о важной механике этого дополнения. Таргаст. Он же такой прекрасный и такой замечательный. Будут новые этажи. Девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, по-моему. С целью того, чтобы пойти в новые этажи, нужно закрыть старые. Если у вас до сих пор не разблокирован восьмой этаж в Таргасте, то, само собой, самое время его разблокировать. Также не стоит забывать о накоплении пепла душ. Потому что в тот момент, когда вы захотите скрафтить какую-нибудь легендарочку, вам все равно ее придется крафтить по старым уровням, апгрейдить. И пепел потребуется. Так что, почему бы его не накопить? К тому же, Таргаст можно проносить в группе. И, имея высокий ритм-левел, это в целом будет легко. Также, раз уж пошла речь о легендарках, об их крафте, подготовьте заготовки. Потому что заготовки могут стоить хорошее количество голды. Самым главным нововведением обновления 9.1 будут полеты. Полеты будут требовать 44 уровень известности. И некоторое выполнение кампании нашего ковенанта. На текущий момент, что мы можем сделать, чтобы не заниматься этим в новом обновлении? Нам нужно получить 40 уровень известности. Максимальный на текущий момент, чтобы в обновлении 9.1 не прокачивать старые уровни. Хоть и, как компания Blizzard утверждает, они будут прокачиваться довольно-таки уже просто. Но все равно, лучше сделать это сейчас. А насчет кампании, то есть мы открываем наш список заданий. И кампания нашего ковенанта должна быть закрыта полностью. То есть 9 из 9 глав на 100%. Если у нас все это сделано, если мы сделали все в ПВЕ, если мы сделали все в ПВП, если мы сделали все в Таргасте, мы можем отдыхать до обновления 9.1. Мы можем заниматься достижениями. Я вот занимаюсь археологическими достижениями. И за 4 дня уже получил 400 чеф-поинтов. Веселое очень занятие. Довольно-таки. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.